В имя Отца и Сына и Святаго Духа С праздником! Человеческий ум, душа, сердце человеческое никогда в веках не успокаивались на той мысли, что мы с вами катастрофически до жути одиноки. Человек всегда искал подобных себе. Раньше это выражалось в поисках высшего разума. А недавнее постыдное безбожное время, которое пережил наш народ, в поисках инопланетных разумных существ. И причина этого, мы сказали, а вот это тоска, это внутренняя уверенность, что несправедливо это, неправильно, не может быть так, чтобы человек был одинок во Вселенной. В ее холодных, безжизненных просторах кроме его никого нет. Вот это чувство противоестественности, одиночества. Человек был всегда. И по-разному, в разных формах искали удовлетворение того знания, которое внутри. Мы не одиноки. Откуда это исходит? Почему у нас это? Мы образ и подобие Божий человек. И мы не можем не чувствовать свой первый образ, от которого мы и которым мы. Но даже если душа уже затравлена безбожиим, тогда ищем себе подобных. Но подобных себе. Но ищем. И вот сегодняшним днем мы торжествуем память кого? Иных разумов. Разумных существ, которые в этом мире существуют. Есть ли иные разумные существа, кроме человека? Церковь сегодня говорит «Да!» И много. И они разной формы, разного устроения. Мы их называем словом «ангелы». Бесплотные существа. И мы знаем из церковного предания, что они имеют, с точки зрения земных, наш понятие, разную квалификацию. Херувимы, Серафимы, архангелы, ангелы. А если говорить языком церкви, различные формы близости к Богу и различные формы совершенства. Но что их, таких разных между собою, объединяет общее? Что? И нас мы с ними. Мы также, и они также, творение рук одного Творца. И несем себе и человек, и ангел нечто от подобия божественного. Ангелы не имеют, как мы, плоти. Но их нельзя сказать, что они чистейшие духи, как Господь Бог. В них есть нечто то, что можно условно назвать материальным. Это вот то, что мы называем словом в человеке душа, душа человече. Ангелы имеют, как человек, свободную волю и способны по образу Божию пребывать в любви. И своей свободной волей, нам открывает Священное Писание, предание Церкви, эту правду, они устояли в любви Божией, соединили свою свободную волю с волей Божией, стали носителями божественной благодати любви. И в силу этого, в силу этого, они не могут быть, как и Господь, безразличными, например, к нам. Их любовь побуждает не только им самим пребывать в радости, блаженстве, в вечности, но они любовью своей стремятся помочь нам. Как? Во-первых, молятся за нас, Господь, просят общего нашего Отца. Я ведь милостен над нами и помочь нам быть в том устроении, в котором они в радости, неколеблемой верности Господу. Но у них есть еще возможности, которые нет, например, у святых, которые в Царстве Божьем сейчас душами находятся. Например, ангел-хранитель может по-особому влиять на душу человека, возбуждать совесть, свидетельствовать о воле Божией через то, что мы называем интуицией, через ту тонкую душевную составляющую, которая с человеком, которая сроднится ангелами. Поэтому сегодня, торжествуя день памяти без плотных сил, мы с вами торжествуем память тех, которые мы можем по праву назвать нашими старшими братьями в Боге, которые составляют с нами одну единую семью, семью церкви. И, в отличие от нас, пребывая уже у престола Божия, это единство осуществляют через любовь, через помощь нам, через молитву о нас. Но как в настоящей семье, в путной, старшие братья и сестры заботятся о младших и чувствуют ответственность за них. А что младшие по отношению к старшим должны приявить? Доверие и послушание. Старшая сестра, нянька, сказала, надо одеться. Значит, надо одеться. Надо доесть кашу. Ну, значит, надо доесть. Она старшая. Поэтому у нас по отношению к ангелам должно быть ответное чувство. Их любовь выражает заботу о нас, они молятся о нас. А у нас что должно быть? Та же любовь, только выраженная в послушании. Они нам благо хотят сработать с ними в благе. Отсюда есть некий вывод. Какой? Вот, когда мы читаем Священное Писание, Библию, там написано, что когда мы в празднике Божии почитаем святых Божиих, то вспоминаем своих наставников в духе, то должны, взирая на кончину их, подражать вере их. Вот это не совсем приложимо к ангелам, взирая на кончину. Да нет, никак кончина, они живы, бессмертны. Подражать вере, это можно. Но ведь они ангелы. А мы-то способны мы на то, что способны ангелы. Казалось бы, а вот мои золотые, а давайте раздумаемся. А может в чём-то мы можем быть похожи? Может в чём-то не мог нам быть пример раз и помощь после этого примера два? Мне думается можно. Вот сейчас мы стоим на пороге большого периода нас, православных христиан, церкви. Какой период? Грядет рождественский пост. Время подвига, духовного укрепления, чтобы утвердившись всем подвигом рождественского поста, мы смогли бы достойно пережить радость о родившемся Христе Спасителе. Не просто пережить праздник, а быть такими, чтобы стать соучастниками его воплощения, дать Господу воплотиться в нашей жизни, что очень важно. Вот чем посвящен рождественский пост. Не случайно в церкви ничего случайного нет, и у Бога ничего случайного нет. Поэтому глубоко, промыслительно день памяти ангелов почти накануне поста. Какие эти выводы мы делаем? Первое. Ангелы не вкушают пищу. У них нет плоти, нет нужды в пище. И мы, когда сейчас вступим в период рождественского поста, кроме всего прочего, в делении священного времени, в делении своей воли через пост, а через это умение себе сказать можно или нельзя в чем-то и в другом. Тем не менее, что еще есть в посте? Какая уставляющая? Уподобление равно ангельскому житию. Кто из нас знает жития великих святых, мы знаем, что многие из них, например, тот же великий пост, вообще ничего не вкушали. И они это объясняли почему при поводах нации. Они говорят так, мы приняли монарство, ангельский образ жизни должны подожрать ангелам максимально. Человек может совсем не вкушать пищу? Нет. А может какие-то периоды особо подожрать ангелам даже в этом? Светы это показывают да. И поэтому, мои дорогие, вот переживая сегодня память ангелов Божьих, мы с вами можем сделать для себя урок. Рождественский пост приближается. Может, кто-то из нас с вами как-то для себя решил, ну, великий пост буду поститься, а рождественский не в этом году. Или так, ну, только чуть-чуть, частично, маленько. А сегодня ангел нам показывает, а лучше бы как лучше, а лучше бы по подобию ангелов. А что же мы-то? Есть одна семья, старшие братья наши, неужели мы от них оторвемся? Тогда семьи не будет, тогда раздел, раздрай, поэтому можем подражаться и ангелам, в частности, и вот рождественским постом. Это не значит ничего не вкушать. Все мы на разном уровне духовного состояния, физического, занятости, семейного положения. Ну, если кто-то в чем-то воздержится, уже в той или иной степени будет подражать ангельскому бытию. Раз. И второе. Мы с вами знаем, что такое пост без молитвы. Как называется пост без молитвы? Диета. Но ведь наступает, не сказали мы сейчас, рождественская диета. Нет. Наступает диджинский пост. То есть воздержание в пище у профессора должно быть сопряжено с и молитвой. И это очень важно. Это порой важнее, чем даже нам кажется, чем мы даже имеем опыт. Вот давайте вспомним слова Христа Спасителя. Он говорил правду об ангелах падших, бесах. Помните, когда после преображения его на горе ученики подошли к нему и спросили, почему они не смогли исцелить бесноватого мальчика? Они хотели, они просили, они старались и не смогли. Помните, что Христос ответил апостолам? Почему? Во-первых, он прямо сказал, за неверие ваше, раз, запятая дальше, и, кроме того, он сказал, сей же род, то есть власть бесов на человеком, ничем же сходит молитвою и постом. Два крыла, которые дают поднимать человек такую высоту, что человек обретает такую силу, что может даже быть противостоять, противобороться и побеждать даже без плотных падших духов. Если пост с молитвой, молитва с постом. Поэтому, мои дорогие, вступая к приближающемуся периоду Рождественского поста, видя пример ангелов, мы с вами и второе дело, мы будем поститься, но и с молитвой, чтобы наш пост не стал диетой, но стал таким духовным деланием, благодаря которому от ног наших смог отразиться даже дьявол, враг нашего спасения, чтобы таким образом в период поста мы могли подняться на новую, другую, духовную, более высокую ступень. И в связи с этим, конечно, особо радостно эти слова свидетельствовать не вообще в этом храме, здесь, в Болгаре. Почему? Мои дорогие, мы все с вами знаем, что любимая нами церковь является примером ангельской молитвы. и в каждой церкви вместе с верными и ангелы сопрестоят и молятся вместе с христианами. Но в этой церкви по-особому. Почему? Потому что в этой церкви совершается молитва наподобие ангельской. Ангелы молятся с перерывами, ангелы спят, занимаются суетою, им нужно что-то посплететь между собой. Нет. Они молятся как? Непрестанно. Как совершается молитва в этой церкви? По образу ангелов день и ночь. Непрестанно. Причем не просто, а даже в понедельник во время чтения неусыпаем псалтыри в 8 вечера полдевятого совершается кастинь, мы знаем кому? Архангелу Михаилу и ангелохранителю еженедельно год от года непрестанно. И поэтому, мои дорогие, мы можем сказать, что если кто из нас с вами и в этот пост рождественский и кроме того несет такой позволю себе сказать слово подвиг молитву по соглашению, когда тем или намокальство молится кто-то Архангелу Михаилу ангелохранителю, понятно, кто-то Николаю Годнику, Божьей Матери, это не важно в данном случае. Что он совершает такой человек? Он участвует в ангелоподобной непрерывной молитве церкви. Сознательно неосознанно является подражателем ангельскому молитвенному предстоянию пред Богом. Поэтому я особо рад нас с вами, мои дорогие, что мы не просто в период рождественского поста, а и всегда можем быть каждый в меру своих возможностей и желания подражателем ангельского молитвенного предстояния Господу. И это непрерывность церковной молитвы, в которой мы участвуем, может быть, каждый в отдельности, частично. в этот день, в этот час молитву по соглашению я молюсь вот этим окажетом. Она участвует в том процессе, в том духовном делании, которое нас роднит с делом ангелов, с их непрерывным служением молитвенному Господу. Поэтому, мои дорогие, особо хотелось бы пожелать всем нам с вами, кто из нас с вами, совершает это делание, молитву по соглашению, ведя кастер, вместе с церкви. Но, может быть, опять тоже у нас кого-то было такое. Ну, мы же люди, пока не ангелы, люди, и поэтому, может, он расслабился маленько, взял пример с меня, поленился, другие какие-то проблемки были, и как потом не до молитвы отложили. Пост, время, память архангелов, ангел сегодня, время вспомнить, укрепиться их примером, и вновь встать в высоту повторюсь, равно ангельского, по подобию ангельского молитву встань пред Господом. Поэтому поздравляю сегодня всех с праздником наших святых старших братьев, ангелов Божьих, с памятью ангела-хранителя каждого из нас, их, как нужно сказать, воеводы, архистратига Михаила, искренне от всей души всем желаем, чтобы за молитвы ангелов Божьих милости в Господь утверждал бы нас в той степени равно ангельского життя, на которую мы с вами, человеки, способны, утверждаясь, в частности, и в посте, и в молитве, сила которого, как мы уже еще раз рассказали, может даже побеждать дьявольские козни искушения. Помоги всем этим нам, милостивый Господи. С праздником!